Ты куда? Ты в Чернобыль пошел? Ёханы бабай! Там ГЭС, да? Ну ладно, электричество. Ё-моё, блин, слышишь? Техника безопасности. Вообще, тебя щас током долбанет, Валера, ёлки-палки. А понижение все ты уже там себе понижаешь. Видели что-нибудь? Пошла, пошла! Охренеть вообще. Слышишь, сразу отсюда едем на правый берег. А что-то горелой проводки позвоняло. А, я думал, горелой. Да нет, у тебя замкнул провод, наверное. Ты согласен или нет? Да, хорошая, хорошая. Проси прощения у всех патрулистов мира. Простите меня, патрулисты. Все, и теперь прыгай на матрас и уходи вдаль. На колени! На колени вот идет Нивовода-патрулист. Глянь, он раздевается и к тебе идет с этими. Да, он еще счастливый обладатель. Так, Валера продолжает поиск приключений. А, дверь открыта в случае погружения, чтобы выйти вовремя. А, моет. Помыл ноги, одевает носки. Ох и хитер, конечно. Слышишь, так я так могу и по Киеву ездить, да? Оно так для экзотики. А, видишь, у меня лиховой шапка. Ого! Сейчас же лето. Надо шапку. Спотел так сильно? Хе-хе-хе-хе. Давай я тебя с нормальной машиной сфотографирую. Это сказка. Так, дрова с нами, нависают тут надо мной. Ну, такой багажник немножко недоработанный, низко очень. Он, правда, подогнут уже был. Близко сидит к крыше очень. Все, опять солнце, опять грязь. На второй, кстати, вытянул. Бревно лежит. Вот оно. Не хуже, чем у Ленина. Все новое было, да? Да. А футболка? Да и футболка новая. Ну, так надо вверху тебе какую-то сетку поставить. Дома не живу, блядь. Живу в Ниве, блин. В Ниве живешь? Да, типа все. Дом мокрый. Так, а как же ты сегодня будешь ночевать? Не знаю, как я сегодня буду ночевать. Наверное, не буду ночевать сюда. Валера обвинил меня, что дрова в Карпатах пропадают. Ты понял? Говорит, нет номерации, не пронумерована с торца. В общем, не знаю. Мне кажется, что за мной уже едут. Короче, если меня долго нет, меня забрали уже. Да, Валера? Если ты ими начнешь, это, менты и... Эти, нехорошие люди. Нехорошие люди, то, может быть, тебя еще отпустят для через два. А так на годы уйду, да? А так вот за повторные. Ты придешь через пару годков, мы тебя потом... Блин, очень кушать хочется. Дрова не бросим, да? Да. Ё-моё! Тут оффроуд, друзья! Хорошие места, я вам скажу. Валера где-то впереди. А вот и Десна. Сейчас найдем место. Такая красота у нас тут. Ого, тут людей нормально так. Мы на внедорожнике с дровами своими. Вот бревно наше лежит. Люди в шоке. Добрый день! Да, мы тут когда-то... Белого дельфина тут дельфин первый раз показал. И мы узнали, что он дельфин настоящий. В этих местах, кстати. Маня стояла прямо в воде. Так, Валера нашел нормальное место. Говорит, включайте. Полный привод, блокировки. Блокировка у нас розочкой включается. Нормально. Блин, хорошее место. Шикарное просто. Чья-то дача, ёлки-палки. Мы у кого-то на дачу кому-то приехали. Тут люди тоже неплохо отдыхают. Это пшенка, наверное, бросил. Сейчас пойдем смотреть. Ступеньки у него тут, конечно, износились. Ого! Тут обрушилось немножко. Кто-то жил реально. Консервы ели. Крыша тоже ухудшилась. Слышь, Валера, Валера, это... У тебя тот, что в багажнике писает, да, лежит? Сколько там он дней живет уже? Это борщ, наверное, Валера, это потепка. Та нет, это кто-то этот. Тот, что в багажнике писать захотел. Не, не стояла, ждала, ждала такая. Попросил Леню полицейский разворот. И Леня, блин, дубасит. Да, у нас у всех тут выворот не очень. Так, не понравилась им усадьба пшенки, короче, говорят, как-то грязно, топка. Едем дальше, короче. И закончилась дорога, я вновь угрей. Прокачивайся, как у нас, у нас, у нас. Валера нашел место, говорит, договорился с людьми. Они не против нас принять. Ух, красиво, устья Десны. Субару оставили тут просто. Красота. Такие у нас тут джунгли по берегам рек. Ох, блин, шикарное место нашли. Что, Валера застрял или что, или Леня? А, Леня паркуется. Знаете Леню или нет? Сейчас узнаете. Ну, а патрули, Леня, что ты про патрули думаешь, скажи мне? У них мотора нет, они не едут по горам. Ну что? Не знаю. Да в горах одни патрули, Валера. Да они там учатся, они едут. Да? Так подожди, для чего патрули тогда машина существует? Я вообще не могу понять. Люди говорили для гор. Существует, они уже закончили. Для болота она не подходит. Для гор ты говоришь тоже. Подожди, а что? Для города только? Для гор нужна легенькая, мощная машина. Так. И все. Подожди. А, патрул слабый и... Тяжелый. Снял с языка. У него вся проблема патруля, это его дохлый мотор. Все. Остальное... Овес. Овес. Если нормальный двигатель поставить, оно поедет. Валера, иди что-то ответь, блин. Ну, ничего, отвечай. Он за топором уже пошел. Я могу спорить с человеком, который пробовал хотя бы устрицы, а не видел, как ты кто-то ел, понимаешь? Понял, Леня? У тебя был патрул когда-нибудь? Я видел, как Крис ел устрицы, поэтому патрул не едет. У него мотор хреновый. Слышь, ты в штанах утонешь, мне кажется, как патрул в болоте. Они же тяжелые будут сейчас. Ремень хоть сними. А, ремень ты потеряешь тогда. Телефон давай подержу. Сколько лошадей в патруле? 150? 115. 115? Да. 115, 2,8. Ну, в моем еще там коньяк, наверное, 12,7, а так. А как же на нем можно в гору заезжать, если там 115 лошадей? Пониженное, а уже 200 получается, 30? Да нет. И у них поднеслатель двигателя где-то там под очень крутым подъемом. Я не могу понять, ты не смотрел мои видео, Карпатские? Не знаю. О чем разговор? Так а что, он проехал везде, потому что я не смотрел? Да он не показывает, как он там проехал. А, уже когда на горе, да? Он там застрянет, вылезет. Он снимает. Ну, вот там не видно его патруля. Нет, так о чем мой патруль? Уже другие патрули, которые... Какая разница, да? Ну, какая разница, они одинаковые. Знаешь, в чем проблема патруля, например, в гараж? Его сносит с калии на серверах. Он просто вот так, на склоне, его блин несет, куда попало. Вот скажем, на этом фирнозале, как трусы там, когда вверх выезжали. Ты там проехал на патруле? Мы туда не ездили. Вот там все тяжелые машины, вот так в боках, вот там дермет, они вот так страдают, блин. Может, это от прокладки зависит? Нет. Короче, давай меряем. Валера, 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 подожди, я в Ютубе такое не могу показать. Валера, остановись. У Лени свернуто в сумке в три слоя, понял? Так что можешь ничего не мерить. Так а еще, подожди, давай, хорошо, отходим от самурая и патруля. Какие еще альтернативы есть? Что, смотри, что я видел, но, хотя, я тебе хочу сказать, у нас был подъем, где жильник выехал все остальные шесть часов. А, я видел кусочек этого видео. Нет, шесть часов, шесть или восемь часов мы рубились, до трех или до четырех часов ночи, мы падали уже. Машина не ехала не то, что, вообще не ехала, даже по прямой уже не ехала. Ты ответил, ты ответил, подморозил. Даже жильник на 1.6 этом моторе, он тоже не поедет нормально, это мало. Но он 1.11 выехал. Но этого мало все равно, ему не хватит в нормальную гору. А патрул с коксом, дымом и только перевернуться там, ну, прилег, так и все. Я видел это видео, не все, правда, но увидел. Ну, я не знаю, о чем спор. Я считаю, что, если так пошло, то, знаешь, на меня гонят, что я вот там унижаю машину. Нет, дело не в машине. Самая лучшая машина, знаешь, какая? Та, которая не ломает, та, которая есть у тебя. О, с бревном, с бревном, да, которая лучше? Таша с бревном, это не машина. Стой, это не машина. Нет, я считаю, что не так. Я скажу сегодня в церковь все-таки, чтобы помолюсь, чтобы больше такого этого. Так давай покушай и едь тогда, чтобы не закрылась там. Нет, я считаю, что машина, вот на бездорожье, особенно в горах, есть определенная пропорция лошадиных сил и вес автомобиля. Да нет, нет. Так куда сейчас капот сломаешь? Так вот, самое важное, это вот именно баланс лошадиных сил и вес автомобиля. Вот я считаю, что... Он тебя убьет током сейчас, он, смотри, удлинитель достает уже. Давай его свяжем. Машина весит полторы тонн, хотя 150 лошадей не меньше должно быть, чтобы она... А, понял, он, короче, на 100 килограмм 10 лошадей. Да, да, да. Это я уже проверил. Это Леня рассчитал. Ты куда, ты в Чернобыль пошел? Ёханы бабай. Там ГЭС, да. Ну, он электричество. Ё-моё, блин, слышишь? Техника безопасности. Вообще, тебя сейчас током долбанет, Валера, ёлки-палки. А понижение все ты уже там себе понижаешь. Видели что-нибудь? Пошла, пошла! Ну, ёлки-палки. Охридеть, вообще. Слышишь, сразу отсюда едем на правый берег. А что-то горелой проводке позвоняло. А, я думал, горелой. Да нет, у тебя замкнул провод, наверное. Знаешь, это новое тело, приходишь, говоришь, у вас сухарики с запахом горелой проводки есть. Ой, завоняло, правда, вот в этом месте. О, да, Валера, это электричество пошло просто. Сверхнормилось. Слышишь, это... Сейчас на вирусе нет. Слышишь, вы так... Не, у меня нормально. Слышишь, вы так спорите? Вы так спорите, блин, и в конце ты испортил весь спор вот этим забросом удлинителя в Днепр, в Десну, тут буси Десны, короче. Короче, у меня есть предложение. Какое? Я разматываю лепетку. Смотрюсь, я закрю, я ее включаю на смотку, и ты как на лыжах херячишься. Так она медленно. Самая классная машина, то, что я вот все понимаю, это гелик вот этот, который он должен. На Тибусах? Да. Вместо которого можно купить 10 патрулей и 20 самураев? Да, 10 патрулей отнимаем, и покупаешь себе это на остаток Запоролюска. И потом понимаешь, что жизнь только началась, свои 50. А второе, ты ломаешься в гелике в Карпатах. И все. И ты сидишь, и кукуешь, и ждешь Деда Мороза на Новый год, и заказываешь желание, чтобы он тебе привез там бортовики или кардан. Полугость. Да, да. И то я тебе хочу сказать, не факт, что Дед Мороз тебе это принесет в Новый год. Если он с Германии будет ехать, с завода Тибус, тогда он тебе что-то подвезет. И то не факт, да, если там будет. Ну чего, ты приехал на Лос-Петю, какую делу воду спасишь? Нет, ну с гор как вернуться? Ну как я и говорю. Гелик трехтонный. Ну ты тонну весишь, а Гелик три. Лень, я с Русланом катаюсь с 2012 года. Он за 12 лет не поменял свой патрол. И этот патрол до сих пор басит по горам. Ты это о чем-то говорит? А что он поменял в ремонте за это время? Ну главный пары поменял, понижает. Ну понижен. Ф-белый у него? Ну на Ф-белых, да. Пару гранат штук 5-6-7 поменял. Кардан недавно мы поменяли, крестовины в горах. Ну все равно он его обслуживает, делает. Не, ну все равно любая машина. Он уже 12 лет в Дубай. А он по горам едет, наверное, так, как ты на покатуху едешь. Чаще, наверное, даже, да? Ну. Леня, ты пропускал же. Как типа на РФС? Я не думаю. Как на покатуху. Раз две не кили, он в горах. Раз две не кили. Я думаю, ни карпатцы не сравниваются с этапом РФС. По убиваемости автомобиля. Так, тема меняется. Тема меняется постепенно. Слышишь, если с удлинителем вырезать, то нормальный диалог. Просто так, понял? Ты удлинитель забросил и все. Думаю. Ты говоришь, что жильник лучше, да? То есть, мы честном бою. Давай. Нолик. Нолик? А, крестик ставь. Хрестик. Ты знал. Нолик. Ну, тут один вариант у тебя, Леня. Ха-ха-ха. Нолик. А, нет, подожди, я нолик. Крестик. Так там надо было... Нолик. А, ну да. Все ничем. Поэтому я считаю, что умные люди могут договориться, и у нас не дойдет дело до мордобития. А будешь много, говорит, на патрулочки сломай. Свои, Валера? Все, Леня, скажи, что подписывались на канал. Все, все, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Что еще? Лайки ставьте. Так, комментарии? Комментарии пишите. И свои колокольчики берегите. Да, и берегите свои колокольчики. Немножко необычный. Зато я в этот раз поехал на Карпатский кордон-плюз. Это та штука, которая, когда ездил там, я там уже был раза 3-4. Это место я всегда радовался, что... Хорошо, что я в этом месте не на своей машине. И тут мы приезжаем туда, я понимаю, что я на своей машине, и мы заезжаем в эти еб... Просто как я делаю. Хорошие места там? Убийцы для машины. Просто убийца для машины. Еще чуть-чуть, я и мотором там уложил, и все. Чего? Крены? Не, вентилятор, разбил вентилятор. А, грелось, да? Так а за Лупас-2 проедет там? Да. А я не знаю, что это. Лупас-2. Ой, это серьезнее намного. Я за сольков, дай бог, блядь. Блин, а вообще я видел только несколько патрулей, которые отбиватят очень здорово. Но они все на ней роты. В двигателях. Это кто? Зубы, например. А что, у зубов 2,8? Здрасте, у зубов 57. Не, 2,8. Что, звонить мне сейчас? Есть ребята, которые едут на 60-м патруле голым, с карбоновым капотом. Ну, честно, я не знаю, где их мамили. Черный с воздухозаборником? Пожеванный такой? Да, пожеванный, да, да. Он, в любом случае, так, он... Ну, с Киева, который? В соревнованиях, да? С Киев? Да, да, я знаю. Ну, который по шею ушел на РФС. Да, да, да. Мы едем на Эльке, мы лупим его уже там 90 или по 100, по гравийке. Мы фигачим. Нас, как стоячих, обгоняет этот патрон. Я говорю по карте, что тупиковая дорога, надо искать объезд. Они не сбавляя скорость, только ушли вправо, там, влево. Я потом в лагерь приезжаю, говорю, вы что, знаете эту местность? Говорят, не, не знаю. Они лупят так, что просто, как нет. А у них, а у них 2 и 8, Леня. Это я точно знаю. У них родной мотор. Они гоплык-трофи, гоплык-трофи, закончили за 6 часов. И уехали, сказали, блин, херня, эта гонка, блин, слабая. Да? Да, Фишер приехал через 2-4 часа с Войтов. Говорят, это просто капец, а не гонка, блин. Убийство для людей, для машин. Я не знаю, как они ездят потом по труле, по этим болотам, блин, ну, просто. Ну, он у них легкий, там все снято. Ну, блин, они сами такие, там, по килограмм. И сами легкие, да, да. Если мы с Павлом сядем, уже он так не поедет. Да, нет, да. Не, на самом деле, там очень обезбашенные ребята. Ну, они едут на себе. Сказал, Лёня с Валерой. Ну, во-первых, они едут на опыт, блин, сколько они едут. Во-вторых, они дают возможности автомобиля, свои возможности, и поэтому за счет этого выиграют. Ну, опыт, опыт. Я бы тоже килограмм 20 сбросил, то я бы был победителем, наверное. Быстрее бы бегал? Да. Ну, давай, плыви, он догонишь ту белую яхту, и будешь стройный. Хотя бы по берегу, ладно, догоняй. У Зубов, у родных моторы? Ну, я, да. Нет, там 2,8 в одном, а в этом, в синем, кажется, другой. А именно у Зубов обычный мотор. Ну, надо позвонить, давай, звони. Зачем я потру, у тебя же есть самурай. Не, мне не надо потру. Ну, а зачем? А фуранер хуже самурая, Лень? По комфорту лучше. По комфорту лучше. По количеству вещей лучше. По бездорожью хуже. По бездорожью хуже. По дороге лучше, по бездорожью хуже. Не зря же Мазай... Ну, по дороге и БХ-7 лучше, а по бездорожью хуже. Не зря же Мазай, когда у него был фуранер, пошел в церковь и спросил, боженька... Шо мне делать? Да, шо мне делать? А ему так раз и упали... А боженька прикололся, такое говорит. Мазей, Мазей, Мазей. Мазей, Мазей. Не, а боженька говорит, типа, ты газуй больше. А он такой неправильно услышал, газуешь что, 66-й? И стоит и думает, что с этим всем делать. А где Мазай? Дома. Он устал. Устал. Напугал собачку. И не боится. Рокки, не подходи, он на удлинитель рыбу ловит. Не подходи близко. Аккумулятор съевший, еле ее завел, что-то с ней случилось. А ты клемму не снял на ночь? Нет, что-то она не захотела заводиться. Я не знаю, почему. А патрул где? Он же в Карпатах у тебя. Нет, здесь. Уже здесь? Нет, он такой, катаешься, по работе. Так у тебя легковая же есть. Я тебе должен сказать, что если бы я 7 раз перевернулся на патруле, наверное, он бы не выжил. От него бы, наверное, ничего не осталось. Сколько ты раз на патруле перевернулся? Не перевернулся. Я не хочу. Я на нем ни разу не переворачивался. Не, я, честно говоря, не знаю, сколько раз я переворачивался. Я не считал. Ты считал на бок, когда лег? Вообще, ну и на бок, и я по разному там был. Стойка на переднем бампере, видел? Леня делал. Нет, я не считал. Эту не считает. Ну, стойка была четкая. Что мне делать, спрашивают в окно, понял? Кто не видел, заходите. Стойка на переднем бампере. Ты мне напоминаешь Андрюху на УАЗике. Стонировку. Да. Который тоже говорит, да. Да я на УАЗике. В итоге у него стоит патрулевский мост. В итоге потом дальше будет... Передний патрулевский мост, да? Я про самурая ничего не говорю. Там от самурая... Ты видел, что там от самурая осталось? У тебя? Мосты, кузов, рама. Мосты, кузов, рама. Все осталось. Только мотор ты подкинул с коробкой. Ну, осталась раздатка. Нет, подожди. Родного. Давайте скажем так. Что осталось самурая? Нет, нет. Ну, при чем тут родного? Ну, родного. Ну, пары это не считается, что ты поменял? Нет. Считается. Там другие пары. Ну, какая разница? Ты тюнинговые, под большие колеса у тебя пара. Ну, это не родные пары. Ну, какая разница? Розатка тоже не родные. Там шестерни все эти. Ну, не родные. Коробка не родная. Двигатель не родной. Что там еще? Блокировки не родные. Пилот не родной. Пилот не родной, да. Что там? Что осталось? Храма, коробка осталась. Кузы обваренные, они тоже не родные. Коробка аж другая. Коробка порезана, тоже не родная. Не, коробка... А что, коробка? Коробка не бэховская? Коробка бэховская Я имею ввиду сверху А, корпус Кузов Кузов тоже порезанный А вон байдарка прошла И то она неустойчивая Это плохо Пока непонятно Приглашают на подкатуху На базу Вход запрещен Ну, что-то такое непонятно Бывает, что сбой какой-то произошел Сбой А что тебе тут хуже, тут лучше? Не, я просто не знаю, что это Случайно Блин, Валера, елки-палки Вот что твоя Нива не тонет Понятно теперь Так а что ж ты молчал, мы мучились Слюни текли, тут яхты плавали Надо качать Ого, у него и насос там, ты видел? Триста пятьдесят тысяч раз И Поет кто-то Ого Прошло два дня сорок минут, да? Просто таки Валера накачал матрас Давай гэс клаваем, может, посмотрим Поплит труп откачать Да, кстати А жопа у меня качается, не такая? Да, да, у тебя уже какое-то Как у мисс бикини уже, да? Ну, у тебя и жопа, и живот, оно как-то качается вместе, понял? А живот я накачал уже давно, как-то Позавчера еще ты, Миша? Я каждый вечер после шести начинаю его качать Так ты алкоголик или что? Все, плыви Телефон надо оставить Оставь телефон Бери, мало ли вдруг унесет в море Киев туда, Валера Ну, вода довольно теплая, честно говоря, ноги привыкли Градусов 20, наверное, есть Да? Больше Больше, да? Ну, теплее, да, по ощущениям Болеводики пошли уже Так, ну что, давай, вторая серия Так вы ляжете на матрас рядом, будет интересно вас снимать Так, нет, подожди, мы же про патрули, какие трусы? Хайпится, да? Да никогда покоя нету, да? Да вообще я не сплю, не ем ничего Снимаю все время Так про патрули это все правда, да, Леня? Да нет, это про меня Это хайп Хорошая машина, в принципе Да Ты согласен, Леня? Да, хорошая машина Проси прощения у всех патрулистов мира Простите меня, патрулисты Все, и теперь прыгай на матрас и уходи вдаль На колени На колени вот идет Невовода патрулист Глянь, он раздевается и к тебе идет Да он еще счастливый обладатель пока, он еще не столкнулся с его Прелестью, да? Я как и знал, сколько вентилятор стоит, я охранил И что, уже выставил в продажу его или нет? Я же хочу сделать переходник Планца на Нивовский вентилятор И на потрох поставить Нивовский вентилятор Валера, предупреждай, когда я чуть не задохнулся Блин Ёлки, пил чай, а тут он такие А кто-то поставил мои штаны сзади? Ну кто? Ты когда с горки ехал Не помнишь? И я сам забираю, на какой температуре я хочу Поставил программируемый термостат Нет, знаете, надо следить Летом, летом просто можно поставить Такую 75 градуса, зимой можно поставить Зимов, подгадать И в горах себе ездить Можно еще зуммер поставить Почему? Потому что, когда ты едешь на коксе Ты не смотришь на приборы Ты смотришь на корни, на камни А так тебя зуммер закупит Ты такой, опа, что такое? Ага, перегрев А какие у тебя шины на патруле? Сегураторы спятые Ух, ёлки Новые Новые? Ты знаешь, сколько они стоят? Сколько? Тебе скажи Ужас, блин Хоть бы на тракторку насобирать по 890 гривен Я же думал, что ты сезон отъезженный в Белла И шо? Смотри, Сильвера пропадают в продаже А их же закончили выпускать Да, поэтому мне она нравится Поэтому я психанул, выкупил себе Сильвера А и в Беллой куда дел? Ну, лежат, ждут Пока Сильвера сотрутся? Да Так а ты их не резал, ничего Чуть-чуть порезанные Надо диски на них под них купить У меня просто выбор был Или купить за 22 тысячи гривен Купить диски Которые разборные Или купить за 22 тысячи Сильвера Я принял решение, что Сильвера Конечно, на Сильвера лучше, чем диски Семьдесят Он больше не едет До Карпатна Самурая Шестьдесят Семьдесят ехал Где? Восемьдесят, Бородач говорил С горы Когда мы ехали в Раху Шестьдесят Я поломал себе полуось Полуось? Я же тебя очень сильно радовал Что ты фураннер продал Думал, купит патрол, да? Или что? Или не ух? Думал, нормальную машину человек купит А купил половину только машины Я как купил Я как купил Продрел Просто я уже видел Такие варианты И что? Чем заканчивалось? Да нет Я же самурай купил Когда у меня еще фураннер был Но он-то Валера уже увидел Когда уже не было у тебя фураннера Да Ты захотелся Блин, как он плавает хорошо, да? Так, Валера, Валера, Валера Куда он едет? Непонятно Красиво идет Красиво Красиво И выходит на чистый берег Так, Валера продолжает поиск приключений А, дверь открыта В случае погружения Чтобы выйти вовремя А, он хочет помыть салон, наверное Или ноги, непонятно что Или носки постирать А, моет Помыл ноги, одевает носки Ох и хитер, конечно Матерый джипер Валера Следующий Леня, давай на ГЭС Блин, пошел ветер Так Леня пошел Места хорошие Интересно Может быть Экшен в любой момент Там может быть Глубина Леня задумался Ненадолго И включил заднюю Красивое небо Так, друзья Солнце, дождь Грязь Вода Весна Красота В общем Едем Едем дальше на Афроуд Места зачетные Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова